Я могу дать экзамен, который я проводил для магистратуры первого курса. Ладно, это демо-версия будет, но я выложу ее в общий чат, наверное. У вас есть целый курс Саватеева для тренироваться, там у этих задач до черта по каждой теме. Вам мало еще нужно? Я напишу 6 задач из курса Саватеева, об этом вы удовлетворитесь тогда? Если они будут как-то коррелируют с реальным контролем? Ну как-то там то, что не коррелирует. Да, да. Хорошо, хорошо. Ладно, ну ладно. А что Мухатор могла вам задача доказать, где он Шпернера, Шпернера на 10. Не-не-не, такой же если не будет, я думаю. Опять же, я высказываю свое личное мнение. Я так обсуждал Данил Владимировичу, но до конца нет. Может быть он захочет, что он спрошит про него Шпернера, я тогда у него спрошу, что он хочет. Может быть. Но я бы считал, что это скорее находятся к нас сроки на курсе, поэтому, наверное, такого не будет. Ну а сколько вы придете? Ну какое максимальное опоздание? Сколько? Ну допустим, вы опоздаете на полчаса, тогда я вам дам дополнительно полчаса после 8 часов. Хорошо? Ну у вас контрольный длится примерно час-полтора часа, ну час-двадцать. Поэтому. Пары? Ну пары начало за сколько? 16.35, не знаю, сколько начало пары. Начал с официального начала контроля 16.35 за 8. Если вы опаздываете положительной причине, вы можете мне там заранее написать, что сколько у вас человек, и когда вы опоздаете, вы опоздаете на полчаса, ну хорошо, я вам дам еще полчаса после этого времени. Ну вы будете писать на полчаса больше. Ну что еще? Я же не буду всех остальных отнимать полчаса. Да, мне кажется, что это будет наиболее адекватно, да. Можно писать на полчаса? Ну можете мне… Лучше мне… Просто я сейчас забуду, я просто не знаю, у вас двое, или там оказывается, что у вас еще четверо, я просто не понимаю сколько. Ну в общем, можете мне написать письмо? Просто я не знаю, может быть у вас еще есть люди, которые… хотят задавать, но которые не ходят сейчас на лекции. Поэтому мне хотелось бы просто… Я так объявляю всем, что мне нужно все написать. Вы, я понимаю, что напишете, но просто мне нужно, чтобы еще… Про вас я примерно понял, но может быть еще и другие люди, у которых тоже какие-то пары, которые не могут, и пусть мне тоже напишут, чтобы я примерно был в курсе. Так, ну в прошлый раз мы закончили на играх с неполной информацией, и я начал рассказывать про информационные множества. Ну вот я сейчас напомню, что это такое. То есть вот у нас есть обычная игра в завернутой форме. И изначально мы предполагали, что это игра с полной информацией, то есть все про всех знают. Но теперь мы навешиваем дополнительную структуру, а именно мы считаем, что некоторые вершины, которые управляются одним игроком, находятся в одном информационном множестве, то есть с точки зрения этого игрока он не знает, в какой из точек вершин этого множества он находится. То есть у нас вот вершины управляемые… Ну я там писал, что вот у нас есть, условно говоря, игроки, есть дерево, есть терминальные вершины, есть функция управления вершинами и функция выигрыша. Ну вот функция управляетым игроком – это вот φ в минус первый от И. Они разбиваются в… то есть вот… в непересекающиеся объединения информационных множеств. то есть вот… мы как-то объединяем их в какие-то… какие-то множества вершин – это информационное множество. Ну с точки зрения дерева просто рисуем кружочек, рисуем, что человек не знает, где он находится. Ну вот я уже приводил пример. То есть, если мы пишем дилемму заключенных, мы можем сказать, что у нас первый игрок выбирает одну из двух стратегий, а дальше второй игрок, он не знает, какую стратегию выбрал первый, и он тоже выбирает одну из двух стратегий. И дальше у нас есть соответствующие функции выигрыша там… ну значит… если мы говорим про университеты, про то, что мы сдаем либо миллион себе, либо два миллиона другому, то у нас там получается какие-то соответствующие выигрыши. Значит себе другому – 3,0, другому себе – 0,3, и другому другому – 2,2. И на эти функционные множества накладываются некоторые ограничения, про которые я тоже говорил, что игрок должен, он должен быть ли не дураком, то есть, он знает, что у него во-первых в функционном множестве одинаковое количество ходов должно быть, проверить вторым игроком, то, опять же, здесь он знает, где он находится. Ну и вот есть какие-то правила, я сейчас не буду их перечислять, потому что для конкретной задачи понятно, что происходит. Но в целом, можно определить, наложить эту информацию, и получится игра с неполной информацией. И в этой игре у нас уже сломается алгоритм терминала Куна, мы не можем решать задачу с конца, как обычно. Ну, то есть, что-то мы можем сказать, но, по крайней мере, здесь мы уже не знаем, что делать второму игроку, потому что, если он находится в разных информационных множествах, ему нужно по-разному действовать. Поэтому, прямо вот такого красивого решения, сразу мы не найдем. Но, тем не менее, что-то можно сказать. Как мы будем решать задачу, если, вот как мы можем применить алгоритм терминала Куна, если у нас есть игра с неполной информацией. Ну вот, я это применю к нашей задаче про сороконожку. Я напомню, что мы в прошлый раз даже дерево нарисовали. Мы будем считать, что у нас есть некоторая природа, природа, которая определяет, является ли, ну, сейчас есть два игрока, и первый, и, как бы, второй игрок может быть альтруистом, или не может быть альтруистом. И мы считаем, что есть природа, которая заранее определяет, является ли второй игрок альтруистом, ну, пусть это вероятность П будет. Ну, и, допустим, у нас снизу это альтруист, а сверху не альтруист. Ну, и тогда первый игрок не знает, является ли второй игрок альтруистом, или нет, он выбирает либо забрать деньги себе, либо передать ход. Если он забирает деньги себе, он получает там ну, например, 4-1. Если он передает ход другому игроку, то если он альтруист, он просто передает ход первому обратно, а если он рациональный агент, то он может еще забрать себе и получить 8, а другому оставить 2. Наконец, у первого снова есть ход, и он все еще не знает, где он находится, потому что раз мы дошли, то есть, если второй передал, то мы не знаем, он альтруист был, или он просто обманывает наш альтруист. Надежда в том, что мы снова передадим им ход. И дальше у нас есть снова два варианта, либо забрать себе, либо передать ход. Если мы забираем себе, мы получаем 16,4. Если мы передаем ход, то если игру альтруист, он снова передаст ход, мы получим 64,16. А если он не альтруист, то он, естественно, выберет, вот, говорит, современно, он может делать последний шаг, и тут получится что-то там, 8,32. Вот такая игра «Сороконожка» с неполной информацией, когда мы не знаем, второй игрок является альтруистом или нет. Как ее решать? Тут есть некоторый трюк, который, на самом деле, еще и объясняет, как, на самом деле, работают, ну, в некотором смысле объясняет, как работают смешанные равновесия. То есть, что нам нужно делать? Что нужно делать? Нам мы хотим как-то понять, как действовать первому игроку. Для того, чтобы понять, как ему действовать вот в этой конечной ситуации, он должен предполагать, где он находится. Ну, понятно, что он так не может знать, где он находится. Но у него есть, он может так подумать и построить некоторые предположения о том, с какой вероятностью, в какой вершине он находится. Вот эта вероятность, она, это такая новая структура, которую мы вводим, она называется верой игрока. То есть, вера, это, значит, по, с точки зрения математики, это у нас распределение между вершинами одного информационного множества Ну, и это вот, как бы, уверенность игрока в том, что он находится в данной вершине. То есть, мы, как бы, хотим разделить всю игру на два куска, посмотреть, что происходило до, что происходило после. И сказать, что у него есть некоторое представление о том, исходя из того, что происходило до, у него есть некоторое представление о том, с какой вероятностью он где находится. И дальше, эта вероятность, она определяет его действия дальше. И после того, как мы поймем, как реагируют остальные игроки на эти его действия, мы на самом деле поймем, чему равна эта вера, исходя из этих соотношений, которые происходили. Ну, давайте на примере, вот на этом примере. Ну, тут... Как это можно понять? Ну, то есть, например, давайте я попробую посчитать, получится у нас или нет. Значит, пусть у меня есть... Ну, тут, конечно, не очень интересно, потому что у нас тут сразу есть Рарисе Панеша, которого сложно избежать. Но все равно можно. То есть, например, если бы второй игрок... Ну, как бы второй игрок, допустим, думал, что у него есть вера, что здесь находится вероятность у омега. А здесь находится вероятность у 1-с омега. Допустим, если мы здесь написали какие-то два числа, то теперь мы уже можем понять, что бы выгоднее применять S или применять D. Правда? Ну, потому что он просто, если у него есть какие-то вероятности, как он находится здесь и здесь, дальше он может посчитать, какой, получается, ожидаемый выигрыш от того, чтобы применять стратегию S, или ожидаемый выигрыш от того, чтобы применять стратегию D. Ну, то есть, можно просто посчитать, что если он пойдет в стратегию S, то у него будет выигрыш какой? Омега плюс 3 на 1 минус омега Это если мы применим стратегию S А если применим стратегию D То Нет, это второй игрок, поэтому Вторую координату Если он получит S, то если он здесь находится Он получит 1 Второй игрок подлагает, поэтому На второго игрока рассчитываем И вероятность Стратегия D это будет Какая вероятность? У меня будет Да, 0 0 на омега плюс 2 на 1 минус омега Ну и тут видно, что Второй игрок Какой вероятность он находился в этой вершине Он всегда применяет стратегию S Ну собственно потому, что у нас стратегия S Доминирует стратегию D Поэтому на самом деле Он всегда Какой вероятность он здесь находился Он всегда применяет стратегию S Ну а тогда второй игрок смотрит, что ему выгоднее И понимает, что ему Лучше применять стратегию S Ну и проститегия S достигается Когда у нас там омега равна 1 С 1 с омега равном 0 Ну и получается, что у нас есть вот такое равновесие Собственно Это равновесие вам Как бы обычное равновесие по нэшу И на это дело можно смотреть Как на Некоторые объяснения Того Как устроена равновесие Смешная равновесие по нэшу Что второй игрок Он как бы Прежде чем ходить Он предполагает Некоторые действия первого То есть на первом Тесе омега 1 Усобика Это на самом деле просто Вероятности Ну это смешная стратегия первого игрока То есть он просто предполагает Что второй игрок так ходит И смотрит, что у него тогда получится И тогда вот В зависимости от того, что он делает Если вот он Так рационально поступает То вот мы можем понять Как действовать первому Давайте пробуем эту аналогию Привести вот сюда Ну например Ну то есть Давайте возьмем Здесь тоже напишем Здесь омега Здесь напишем 1 минус омега Вопрос Значит при каких омега При каких омега Решение первого Будет неоднозначным То есть при каких омега Он будет колебаться Между тем, чтобы выбирать Одну из этих двух стратегий Давайте напишем Значит как это посчитать Попробуем применить алгоритм Сформирования Лакуна Вот решить дарить с конца То есть мы Пишем выигрыш от его От передачи хода сопернику Или от ухода вот сюда Но вот если мы так напишем Такое не нравится у нас получится Значит если он идет направо Такой выигрыш у него будет У него будет выигрыш 8 омега Плюс 64 на 1 минус омега Правильно? Это если он идет направо Где П? Нет П это вероятность литруиста А пока мы не знаем Что здесь происходит Он подумает Что мы с омегой Да Допустим он думает Что мы с омегой Находимся вот здесь А с вероятностью 1 минус омега Здесь Понятно, что если все хорошо То 1 минус омега Должна быть Ну вот Они должны относиться Как вероятность Вот сюда При уже написанных Здесь и здесь Но пока что Мы не знаем Чему они равны И пытаемся понять Как действует первый игрок Значит если он ходит направо То он получает столько А если он идет вниз То что он получает Ну он просто получает 16 Ну там 16 будет сумма смесей И они будут равны единице То есть мы уже знаем Как действует первый игрок В этой точке То есть если его вера В то что он здесь находится В верхней точке находится Равно омеге То Ну вот он просто решает Это неравенство Ну давайте там напишем В какую-нибудь сторону неравенства Допустим Больше Когда он пойдет направо Ну он выходит направо Когда у вас Значит что будет выполнено 63 минус 18 48 Тут будет 56 Сейчас Нет неправильно говорю Правильно Да То есть Это еще правда Сейчас давайте посмотрим Что там должно получаться Да-да-да Вот мы нашли сейчас веру Ну то есть Значит у вас Есть три варианта Что либо у вас Вот эта штука Если она Меньше Меньше 6 седьмых То мы Идем Направо Если у нас На больше 6 седьмых То мы идем вниз А если она равна 6 седьмых То мы Не знаем что делать Нам все равно куда идти Направо или вниз То есть при Ну давайте я тут напишу Условно Что мы сравниваем Это То есть это Примерно 6 седьмых А это Примерно Одна седьмая Окей Хорошо Давайте дальше Давайте поймем Когда Вообще Можно Может быть такая ситуация Что Отношение этих двух вероятностей Оно вот равно Тому чему нужно То есть понятно Что бывает Мы рассматриваем Случа Мы можем отдельно Смотреть случаи Когда у нас есть Чистые стратегии И когда у нас есть Вот такие Чистые стратегии И когда у нас есть Некоторые смеси Ну давайте Я тут напишу Какие-нибудь числа То есть например Ну давайте Это у меня будет Альфа Это у меня будет Бета Это у меня будет Гамма А это у меня будет Тоже альфа Я же не знаю Где я нахожусь Ну смотрите Ну не знаю Можно сначала рассмотреть Частные случаи Или сначала общие случаи Ну давайте Можно сначала частные случаи Смотреть Ну например Если у нас Вот это Омега У нас меньше 6 седьмых То есть наоборот Больше 6 седьмых Если больше 6 седьмых То мы Всегда идем Тут вниз Да Это означает Что если второй игрок Смотрит на 8 и 4 Он всегда тоже Будет ходить вниз То есть у него Бета равна Нулю Ну и тут Гамма тоже равна нулю Значит если Бета равна нулю То что происходит У нас Если первый игрок Знает что у него Бета равна нулю То значит У него здесь Ну как бы Всегда он попадает С нулевой вероятностью Ну а дальше Он как бы Что будет происходить У нас будет здесь Он понимает что Всегда пойдет Он получит 2 Откуда 4 То есть у него То есть у него В этом случае Он получает 4 А в этом случае Он получит либо 2 Либо с вероятностью 1 минус П Он получит 16 То есть первый игрок Он сравнивает 2 умножить на П И 16 умножить на 1 Минус П Окей Давайте посмотрим Что это с чем сравним Допустим он Значит если у нас Неравенство Это больше Значит он пойдет наверх Значит это больше Когда у нас Неправильно я говорю И нужно с тремя сравнивать Хорошо Так значит Значит если это у нас Допустим это больше Четырех Тогда У нас написано Четырнадцать П Меньше чем Двенадцать То есть П меньше чем Шесть седьмых Правильно? Значит если П меньше П меньше Шесть седьмых То мы Идем направо Если П больше Чем шесть седьмых То Альфа Рома нулю И Ну все Значит у нас Вот Сто мы получили Но тут получилась Такая ситуация Что Если у нас Альтруистов Слишком мало Если у нас П очень большое Если у нас Альтруистов Слишком много То нам выгодно Брать всегда Альфа равно нулю И исход будет 4.1 Тут правда Вы скажете Что у нас Происходит с вероятностью На самом деле Если у нас Тут альфа равно нулю То мы на самом деле В эту вершину Просто не попадаем Никогда И это Некоторый Глюк системы Получилось Что мы Здесь можно писать В принципе Любые вероятности Ну потому что Мы здесь Никогда Это никогда не наступает И поэтому Вообще говоря Ну то есть Это равновесие То есть мы Как бы Тут можно писать Любые веры Потому что Это вероятность Ну мы Мы приходим С вероятностью 0 Ну и поэтому Вот есть такое Дурацкое равновесие Потому что Если альтруистов Достаточно много То Все будет работать Если Но вот если альтруистов мало Тут уже начинается проблема Потому что У нас тут Альтруистов равно Единица Это значит Что мы Вероятность Вот сюда попадаем С вероятностью Всегда А сюда не попадаем Никогда Потому что Бэтерон 0 И поэтому Получается Что Этерон Если не реализуется В случае Когда альтруистов Довольно много То есть Когда альтруистов Хотя бы Одна седьмая Альтруистов не согласуется С верой Потому что Вероятность Попасть сюда Едничать А сюда 0 И тогда должно было быть Омега равно Нулю Оно Оно больше Чем 6 седьмых Поэтому Это не реализуется Ну хорошо Я говорю Если Если Не альтруистов Очень много Если не альтруистов Очень много Тогда реализуется Искот Как экономического Агента А если У изиторов Хотя бы Сколько-то есть То есть Их Хотя бы Одна седьмая Если Альтруистов Хотя бы Одна седьмая То вот Это Равновесие Когда У нас все экономические агенты не реализуются, потому что у нас вера не совпадает с той, которую нужно. Мы верим в то, что мы с этой агентом. Предложили, что если при таких значениях P, когда альтруистов хотя бы 1 седьмая, то вот это равновесие просто не реализуется, потому что верность совпадает с тем, что мы предположили. Почему оно должно быть? Потому что мы сюда попадаем с вероятностью 1, а сюда с вероятностью 0, потому что B равно 0. Сюда мы вообще никогда не попадаем. Это значит, что реальная наша вероятность оказаться здесь 0, а здесь 1. Значит, омега равно 0. Теперь положим, что омега, наоборот, меньше, чем 6 седьмых. Ну, смотрите, мы как мы действовали, когда мы искали смешанное равновесие. Мы предположили, что первый игрок выбирает какую-то смешанную стратегию, и тогда второй будет оптимизировать из-за того, что он знает эту стратегию. Здесь, к примеру, то же самое. На самом деле, если строго определять равновесие, то это является так, что равновесием, вот такого рода равновесием называется набор вероятности всех ходов и вер, так что, во-первых, все игроки действуют оптимально с точки зрения набора вероятности, и, во-вторых, эти веры являются реальными вероятностью попасть в эти вершины. То есть, у нас есть такое, как у вас равновесие по нэшу смешанным, у вас функции одного игрока, они определяют стратегии другого и наоборот. А здесь вот эти вероятности, с одной стороны, они определяют веру в том, что они даже не реализовывают эти веры. То есть, в первую очередь, ты веришь, что он здесь так находится. Но это значит, что вера подтверждается тем, что остальные игроки так действуют, что он реально оказывается в этих вершинах с этой вероятностью. То есть, если он на приводе полагает, что омегу больше 6 седьмых, это значит, что он находится в ситуации, когда реально большинство игроков так действует, что он реально оказывается в этой вершине с вероятностью больше 6 седьмых. А вы получили, что если бы он так верил, то получил бы, что омега играл в нулю. Но вот если омега меньше, чем 6 седьмых... Да, да, он как бы не верит, что такое будет, потому что, да... То есть, чтобы он пошел... Ну да, чтобы он пошел вниз, ему нужно верить в то, что он находится здесь с вероятностью там ноль, а он должен быть верой в 6 седьмых, чтобы это было выгодно. Ну и если посмотреть направо, то будет примерно то же самое. Давайте посмотрим. То есть, если омега ноль меньше 6 седьмых, то у нас гамма равна единице. То есть, мы идем направо. Соответственно, ну сейчас посмотрим. Значит, b равна единице, потому что нам выгодно идти направо. Дальше у нас... у альфа у нас тоже будет равна единице. И это означает, что на самом деле омега просто равно p. правильно, сейчас правильно я говорю. Что-то происходит. Значит, еще раз. Если у меня омега меньше, чем 6 седьмых, то тогда у меня невыгодно идти направо. Мы вроде здесь посчитали. Значит, если ему выгодно здесь гамма идти направо, то второй игрок, он посмотрит, у него здесь выигрыш ожидаемый 8. А здесь 32. Поэтому он тоже пойдет направо. Альфа, ну вот он будет смотреть. Он как бы, если он идет направо, он получает там 16 или 32. Ну, он получит 4. А, ну да, ну смотри, он получает 4 или 8, но эта штука у него в сумме бы давать больше 16 даже. Так что, тем более, он пойдет направо, это вряд ли он будет ходить четырьмя. Так, и мы, значит, получили, что у нас сейчас... Сейчас, давайте... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, нет, все понятно, да. Ну то есть... Да, ну то есть мы получили, что если... То есть вот тут мы получили, что если альтруистов мало, то у нас получается исход такой, а это получается вывод такой, что если альтруистов достаточно много, то исход тоже ожидаемый, что у нас получается вот... Что мы можем здесь как альтруисты. То есть если... П меньше 6 седьмых, то есть... равенство с альтруистами. Вот. А теперь давайте мы сделаем такой трюк. То есть я хочу доказать, что даже если альтруистов не очень много, то у нас есть такое хитрое равновесие, когда вот оно отличное от этих двух, которые здесь описаны. И оно будет... Будет равновесим даже в случае, когда у вас альтруистов не очень много. Ну вот тут еще говорят примерно следующую вещь, что... Ну вот если посмотреть вот такие значения гамма, бета и альфа, когда они все равно нулю, то это равновесие... Ну вот это... То есть тут есть вот... Ну оно неустойчиво к тому, что мы можем случайно отклониться и с небольшой вероятностью сыграть все-таки направо. Если мы с небольшой вероятностью будем играть направо, то это равновесие ломается. То есть оно неустойчиво к таким вот изменениям вероятности, то есть небольшим пошатновением равновесия. И тут есть такая терминология, то есть вот... То, что я сейчас скажу... То есть вот эта штука называется... Ну все эти равновесия называются так называемыми секвенциальными равновесиями, и вот такая штука называется Слабым Секвенциальным равновесием То есть Это такое равновесие Это набор таких вер И вероятности так, что все работает Но при этом эта штука не устойчива К тому, чтобы изменяться На ненулевые значения Ну и давайте попробуем понять, что будет Если у нас омега равно 6 седьмых Что у нас еще происходит Давайте пробуем просчитать Ну понятно, что у нас теперь мы можем гамму брать любую Но давайте попробуем понять Давайте сначала найдем бету Чему равно бета Значит второй игрок решает Идти ли ему вниз Или идти ему направо Ну оно не устойчиво К изменениям альфа, бета, гаммы На ненулевые значения То есть если я тут напишу Вместо гамма, бета и альфа Маленькие-маленькие эпсилоны То получится неравновесие То есть у нас Ну у нас получится, что омега То есть Оно просто заскочит в 6 седьмых И мы сведемся к тому равновесию Которую сейчас напишу Давайте пробуем понять Что мы можем посчитать Мы сейчас можем найти бету Как мы можем найти бету Ну мы можем писать равенство На выигрыш бета Значит он получается Что сравнивает Какие числа Значит он получит 8 Если он пойдет вниз А если он пойдет направо То что он получит Значит он получит гамма 32 Ну и если мы верим Что омега равно 6 седьмых То значит у нас бета не равно нулю И по крайней мере Ну и на самом деле Если бы она была равна единице То мы бы получили Что у нас Сейчас мы напишем То есть у нас Например одинаковые То есть Давайте попробуем понять Какую гамма Значит гамма 32 Это будет 28 гамма А тут 4 То есть гамма Это у нас 1 седьмая То есть условие на то Что если мы считаем Что у нас они все не равно нулю То тогда Если у нас бета не равно нулю То тогда у нас получается Что ну и давайте будем считать Что это единица Потому что единица Мы там тоже отдельно можем разобрать Что все будет плохо То есть Тогда мы получаем Что бета у нас Что из условия того Что у нас Тор идет и туда и туда Что у нас все равно Куда идти Но чтобы гамма была Равно 1 седьмой Так Так Давайте теперь найдем бету Как мы будем бету искать Ну и теперь посмотрим на первого игрока Значит первому игроку все равно Все равно куда идти А что он сравнивает Он сравнивает 4 если он пойдет вниз И Значит он когда попадает сюда Он получает 16 Куда бы он не пошел Поэтому он сравнивает А ну да Нет Нет Он получает Не нет Он получает вот это число Умножить на 1 минус гамма Пристое число на гамма Но эти числа одинаковы Поэтому это будет Сумми то же самое число 16 Если он получает Одинаковый выигрыш Когда он идет сюда или сюда То это не важно Он все равно получит В итоге 16 Правильно? То есть если он сюда пойдет Он получит 4 А если он сюда попадает Он получает 2 с вероятностью 1 минус бета И 16 с вероятностью бета Таким образом Он должен смешивать Значит бета должно быть равно Чтобы он вообще смешивал Эти вероятности Опять же Значит сейчас получится Минус 24 Бета будет 2 Бета тоже равно На 7 Да, конечно Но если он смешивает гамму То он получит все равно Сейчас Сколько правильно тут написать Сейчас Давайте сравним Правильно тут написал Ну можем бета в принципе найти Ну давайте В принципе можем в принципе Написать уравнение на омега сразу Ну да Ну то есть чтобы Значит нужно еще проверить Что у нас вера совпадает Значит чтобы вера была 6 седьмых Что нужно быть Давайте посмотрим Значит вероятность Омега относится к 1 минус омега Это относится как Что? Как П на альфа на альфа на альфа на бета Делить на 1 минус п На альфа Значит если альфа не ровно нулю То это то же самое Что п на бета На 1 минус п Ну и отсюда можно найти Чего равно Омега Да Ну Ну и просто написать Что эта штука равна Чему значит Нас Я видимо Видите Я тут на самом деле плохо сказал Сейчас Я хочу понять Просто мне не нравится То что То есть тут Мы просто сейчас П вычитываем По которому Досеряется это он А выигрыш точно Вот мне просто не нравится Мне кажется Что тут Сейчас я хочу понять Мне кажется Что так просто плохо делать Потому что Ну второй игрок Не понимает На самом деле Что он получится Когда он поедет сюда Потому что Он не знает Где он находится Поэтому тут нужно писать На самом деле Первый игрок знает Где он находится Первый игрок В смысле Первый игрок Когда он идет сюда Тут на самом деле Нужно написать Ну Не такую штуку Просто писать Поэтому тут Я не совсем правильно Написал Ну потому что тут надо представить примерно следующее Что вот он находится То есть первый игрок получит 4 Если он пойдет сюда Ну а если он пойдет направо То на самом деле он получит Ну если он же Тут находится вероятностью p, а тут находится вероятностью 1-p Поэтому он должен примерно писать следующее Тут должно быть такое большое выражение Которое я вот не хочу писать Что с вероятностью 1-p Он получает Вот эту смесь 64 на Гамма Плюс 16 на 1-гамма Которую мы посчитали А с вероятностью p Он получит Вот это вот 2 на 1-бета Плюс 8 на Гамма Плюс 16 на 1-гамма Вот и на самом деле здесь не обязательно равенство Нам же тут вот То есть Мы хотели бы еще выяснить Когда первый игрок Вот в этой ситуации Будет идти направо На самом деле То есть если мы хотим что он смешивал То окей Но если мы хотим что он просто шел направо Именно в этой точке То нам нужно просто написать здесь вот такое неравенство Ну и вот В этом неравенстве Можем все это неравенство Переписать через неравенство на p С помощью вот такого соотношения То есть если у нас Все хорошо Если мы задаем какое-нибудь число p Которое поменьше чем 6 седьмых То есть мы вот задали Какое-то количество альтруистов p меньше 6 седьмых Тогда Все засчитывается до конца И при вот таком неравенстве При вот таком неравенстве на p У нас будет существовать равновесие В котором у меня Альф равно единице Бета равно 6 на 1 минус p делить на p Гамма равно Гамма равно Начнем игрок 6 седьмых Это согласовано Гамма равно 1 седьмой И эта штука будет уже равновесием В том смысле Что там никакой игрок Даже не захочет немножко отклоняться И это будет Таким строгим и стоящим равновесием И если это посчитать На самом деле получится Что Сейчас Наоборот Больше типа 6 седьмых Что даже при Вот таком Про такой вероятности То есть когда у вас Альтруистов не очень много То есть когда альтруистов Меньше чем 1 седьмая И больше чем Вот тут будет неравенство Что-то вроде 1 минус 1,5 То есть примерно Вот в таком диапазоне У вас существует Вот такое вот Смешанное равновесие При котором Игрок все еще передает Ход направо То есть даже при Вот таком соотношении То есть когда альтруистов Довольно мало По крайней мере 1,5 Это гарантированно Гарантированно вам дает Что есть некое равновесие При котором первый игрок Ходит направо Ну то есть мы добились Того чего хотели Мы в некотором смысле Объяснили Почему иногда Ну как бы часто бывает То есть люди В большинстве случаев Передают хоть направо Когда они играют С произвольными людьми Потому что вот Тут есть такое объяснение В виде такого хитрого Секвенциального равновесия Так Наверное Вот здесь вот Но это сложно Нет Но там есть разные Исследования на эту тему Но насчет глубины интеллекта Я не знаю Но там есть разные Я же говорю Там вот Приводили пример Что начинают Что вот например Запускают Долго гроссмейстеров В эту игру Они долго думают А потом Первый просто Добирается деньги И уходит Например То есть Там проводятся Разные игры Когда вы знаете Кто ваш противник Или когда вы не знаете Кто ваш противник Или вам сообщают Какую информацию О вашем противнике Вы например Про это что-то знаете Или Ну вот По крайней мере Там про Ну вот Про шаговных мастеров Можно предположить Что они там Просит у ситуации Несколько шагов вперед Ну и вот такие Какие-то опыты проводились Ну вот Там Ну это Нет Ну да Ну конечно Это у вас Хорошее представление От теории игр То есть мы как бы Сначала придумаем Что мы хотим получить И потом Получаем Это да Ну Ну А вообще Она довольно Стопорная В том плане Что мы думаем Что один есть нормальный человек А один не правит Какой-то Либо слишком правый Либо слишком левый Ну конечно Нет Понимаете Тут вот Как всегда Нет Хотелось бы Чтобы мы думали Мы были такими Экономистами И вот думали Как бы себя повести Если мы работаем С собой С собой Если то есть Хорошо Да Понимаете Тут есть Вот как бы Тут есть две Тут есть Две противоположицы Да Вот вы Смотрите Ну понимаете Да Тут как бы есть Есть В чем проблема Да Что Общее Чем более Как бы То есть Если вы строите Более Общую модель То она Как бы Ничего критного Не может писать Потому что она Слишком общая Но Чем более сложную Модель Вы будете рассматривать Вы можете построить Очень сложную модель Которую описывает Примерно Один случай Из миллиона И она хорошо Описывает Но она при этом Вообще Не интерпретируется На другие случаи Поэтому нужно Искать Примерно Золотую середину Когда мы Хочем Объяснить Ну и Примерно Объяснить Почему Так вообще Происходит Ну вот Я сейчас За оставшиеся 20 минут Попытаюсь Объяснить Другую ситуацию В которой Может быть Тоже Будет понятно Почему Так происходит И Почему Работает Что-то Ну может И нет Сейчас посмотрим Ну вот Еще Я хотел Делать небольшой Кусочек Про Повторяющиеся Игры Ну то есть У вас Опять же Другой подход Делемни заключенных Который мы Тоже несколько Сталкивались Что мы Хотим Как-то Объяснить Почему В Делемни заключенных Иногда Игроки Они вот Тоже Альтруисты Другой способ Попытки Объяснения Альтруизма Через Наоборот Как бы Такое Жесткое Наказывание А именно Ну давайте Попробуем Смотрите Давайте Попробуем Сыграть Несколько Раз В эту Игру Вдруг У нас Будет Некоторая Система Наказаний Которая Будет Работать И которая Будет Заставлять Игроков Играть То что Мы Хотим Ну что Такое Повторяющиеся Игры Ну Берем Просто Обычную Игру В нормальной Форме Одновременную Игру Которая Сдается Тройкой Множе Игроков Множе Статегий Множе Выигрышей И Вопрос Что такое Множество Статегий В новой Игре Это Вот Типа Как бы Вы описали Ну понятно Что множество Игроков Мы Опишем Как-то Наверное Множество Выигрышей Это Сумма Выигрышей В обоих Играх А что Такое Множество Статегий В новой Игре Да То есть Если мы Играем Игру Два раза Подряд Это не значит Что мы Наше Новое Множество Статегий Когда мы Играем Два раза Это просто Декарта Прозвращение Это шаг В одной Шаг В другой Это более Сложное Множество Это мы Должны Сыграть Так Как мы Играем Во второй И еще Помнить Как мы Сыграли В первой Игре То есть На самом деле Множество Стратегий Здесь Это Ну Это Множество Стратегий В игре Повторяющихся Два раза Это Такое Отображение Из То есть Вот Давайте Напишу Здесь Стратегия В игре Ну Давайте Это будет Просто Игра В игре Повторяющихся Два раза Ну Можно Сказать Что Это Стратегия С предысторией Или Это Просто Отображение Всех Исходов Из Первой Игры В Множество Стратегий Наших Стратегий То есть Мы Это Такое Отображение Из С В С2 Ну Или Можно В принципе Еще Помнить Ну Можно Помнить Как мы Сыграли В первый Раз Поэтому Можно Сыграть Такая Пара Это Наша Стратегия В первой Игре Ну И Отображение Всех Стратегий В Изображение Всех Наш Второй Ход Это Мы Берем Наш Исход В первой Игре Смотрим Как Рассказали Игроки И реагируем На это Как Нибудь То есть Наша Стратегия Это Вот Такая Пара Ну И Дальше Будет Более Сложно То есть Мы На Первый Реакция Затем И Снова Выбирает Ну И Так Происходит В Каждый Из Вершин То есть У вас Получается Огромное Дерево Если у вас Три Игры Будет Еще Большое Дерево И так Далее Дальше В конце Мы пишем Сумму Выигрышей Во всех Играх Так Что-то Доска Плохо Стерлась Ничего Не видно Я пока Буду Стирать Мне Скажите Допустим Я Играю Дилемму Заключенных Н Раз Какие Там Будут Равновесие Вот В этой Игре Значит Я Когда Говорю Про Равновесие Я Тут Немножко Я Про Это Не говорил Но Когда Мы Говорим Про Игры Звернутой Форме Логично Рассматривать Равновесие Которое Является Равновесием На любом Подможте Которое Можно считать Отдельной Игрой Например На любом Поддереве Хорошем Например Понятно Что Можно Рассматривать Эту Штуку Вот Мы Дошли До Точки Тут Начинается Новая Игра И Понятно Что Мы В этой Чисел Наиболее Выгодное Да Это Называется Равновесие Совершенно На подыграх Или СПНЕ Равновесие Сейчас Про это Напишу Там Тоже Есть Сложности Потому Например Если У вас Есть Информационное Множество Вы Не Можете Брать Любое Поддерево То Любое Поддерево Должно Содержать В себе Все Информационное Множество Целиком Ну Давайте Я Напишу Значит Так Называемое СПНЕ Равновесие Это СПНЕ Это Сабгейм Перфект Эквилибриум Равновесие Совершенно На подыграх Равновесие Равновесие Нэша Совершенное На Подыграх Означает Что это Не просто Равновесие Нэша В исходной Игре Оно Или Равновесие Нэша На любом Поддереве Ну И Любой Подыгре Равновесие Которое Будет Равновесием На Подыгре А Подыгра Это Вот Такое Поддерево Которое Содержит В себе Все Вершины Если оно Содержит Одно Вершину Информационного Множества Содержит Все Вершины Информационного Множества Целиком Значит Подыгра Это Поддерево Которое Содержит Только Ну Информационное Множество Только Целиком Не знаю Как написать Нормально Быстро Когда мы Играем Дерево Дерево Других Два Раза Ну Последний раз Понятно Что будем играть Единственной Рейси Которое Есть Если Последний раз Играем Рейси Которое Есть Тогда И в первом Случае У нас Все выигрыши Просто увеличатся На это 1-1 И значит У нас И в исходной Играем Мы тоже Будем играть Рейси Единственной Которое Есть Правильно Ну Что Ну вот У вас Как бы Было Две Игры Значит Если Вы Во второй Игре Всегда Не сыграли В первой Игре Во второй Всегда У вас Получается Рейси Когда Вы Увеличите Выигрыш На 1-1 Иначе В первой Игре Просто Если Вы Выигрыш Увеличились На 1 Рейси Не поменялось Оно Ну как Было Плохим Так Осталось То есть Как бы Если У вас Тут Было 1-1 0-3-3-0-2-2 Я же Не помню Как это Написал Ну Да Да Короче Ничего Не получилось В общем Ничего Не сработало Ну Хорошо Конечный Слов Раз Повторяться Не получилось А если Мы Бесконечный Раз Повторим Но Тут Начинается Новая Концепция Что Будет Если Я Игру Повторю Бесконечное Количество Раз Ну Тут Начинаются Некоторые Сложности Во Первых У нас Непонятно Чему Райен Выигрыш Потому Что Мы Должны Суммировать Бесконечное Количество Выигрышей Чем Чем-то Поможет Мы Все равно В каждой Конечной Если мы На последнем Шаге Играем Равновесие На тех предыдущих Тоже будем Грать Равновесие Ну да Ну то есть Мы На самом деле Ну вот Мы Примерно Сделаем То же самое Только Чуть по-другому Мы Подойдем К этому Как сугубо Эгономические Люди Мы будем Делать так Мы будем Говорить Что Представьте себе Что каждая Следующая игра Она просто Стоит Немножко Поменьше Чем Предыдущая То есть Ну понятно Вы пока Играете У вас Время Течет Поэтому Вы теряете Некоторые Деньги И можно Считать Что Каждый Следующий Раунд Он Как бы Стоит Поменьше То есть Вот Есть Некоторый Коэффициент Дельта Дисконт Он Между Нем Единицей И Мы Рисуем Такое Бесконечное Дерево И Дальше Мы Говорим Что Если Мы Получили Выигрыш Во всех Играх Конечных То Наш Выигрыш У Это Это Будет Сумма Выигрыш Этого Игрока Это Сумма По всем Один Сто Бесконечности Дальше Мы Должим Написать Там Условно Говоря Дельта Житая На Выигрыш Уитого В Раз Повторенной Игре От Каких Стратегий Которые Мы Получили В Житой То Есть Выигрыш В этой Игре Ну Там Нужно Написать Наверное Чтобы Все Было Красиво Наверное Нужно Написать Жи Минус Первый Чтобы Набирался Нуля Еще Можно Оформировать Написать Один Минус Один Сейчас Множить На Один Минус Дельта Чтобы У нас Множитель Не Вылезал Но В общем Это Все Мелочи То Мы Говорим Следую Вы Играете Сколько Хотите Но Просто Каждый Раз У вас Стоимость Следующей Игры Она Будет Падать В Несколько Раз Например Если Дельта Равно Одной Второй Значит Следующая Игра Стоит В Два Раза Меньше Ну Или Может Не В Два Раза Может Три Раза Меньше А Может Быть У Плюс То Что Вы Говорите Мы Вообще Не то Что Игра Неизвестна Когда Закончится Она Как бы Мы Можем Наказывать Игрока Бесконечное Количество Раундов Если Он Сыграет Не так Как мы Хотим Но Понятно Что Тут Стратегии У нас Уже Будет Не Просто Бесконечное Много Их Будет Несчетное Количество Поэтому Вообще Говоря Разумно Рассматривать Некоторые Стратегии Которые Хоть Каким-то Алгоритм Можно Описать Потому Что Бесконечное Как бы Игроки Разумные Люди В этой Стратегии Они Используют Какие-то Простые Алгоритмы Ну Какие Можно Среди Алгоритмы Ну Понятно Что Можно Просто Там Какие Можно Придумать Стратегии Что Что Ну А это 1-дельта Это Поправляющий Коэффициент Потому Что Если Например У нас Все Выигрыши Равны Единице Мы Наверное Хотим Чтобы В итоге Получилось Единица А если Мы так Просуммируем У нас Получится Сумма Равна 1 На 1 Минус Дельта Поэтому Нормируем На 1 Минус Дельта Чтобы В конце Получилось То Что Нужно То Если Мы Допустим Можем Сказать Что Что Бы Не Случилось Играть Стратегию С У нас Есть Изначально У нас Есть 2 стратегии Себе Или Другому Я тут Напишу Числа То есть Если Мы Забираем Оба Себе То По Одному Если Один Себе Другому То Будет 3 0 Тут 0 3 Тут 2 2 Значит Всегда Играть С Например Всегда Играть С Тогда В итоге Получится Что Во всех Играх Получается Выигрыш 1 1 И В итоге Получится Выигрыш Равный Как раз Единице Потому что Это будет Сумма Геометрической Прогрессии По дельте От 0 Бесконечности Ну вот 1 Дельта Будет Как раз Единица И На самом Деле Можно даже Понять Что Такая Штука Будет Правда Равновесием Потому что Если я Придумаю Какую Другую Стратегию Я не Придумал И Если Я Квыт Игрок Отклонится С этой Стратегии То Он Заменит Свою Стратегию На Д И Сразу Получит Поменьше Потому что Как только Он Умешает Стратегию На Д В каких Случаах Он Сваливается И Получает 0 Вместо Однички Сумма Будет Меньше Чем Нужно И Эта Штука Будет Нормальным Честным Надвесием Даже Совершенно На Подыграх Ну Понятно Что Тут Можно Какие-то Другие Придумать Стратегии Типа Играть С Потом Д Играть С Но Непонятно Как Прилять На Равновесие Потому что Можно Склониться В С И Все Получить А Вот Есть Давайте Подборим Такую Стратегию Которая Немножко Более Хитрая Так Называем Триггерная Стратегия Она Такая Мы Играем Д Пока Противник Играет Д То есть Пока Противник Говорит Что Вот Он Нам Доверяет Пока Мы Играем Д Мы Играем Д Мы То есть Если Если Все Предыдущие Предыдущие Ходы Ну Или Профили Это Профили Д То мы Играем Д Иначе Мы Применяем Стратегию С То есть Мы Говорим Что Мы Всегда Будем Использовать Д Если Если Мы Сыграли Д И Если Хотя Кто Один Раз Нарушит То Мы Все Время Оставчивости Будем Играть С Предположим Что Оба Игрока Используют Такую Стратегию Давайте Поймем Что Это Будет Действительно Равновесие То есть Будет ли Это Равновесие Ну Допустим Вот Мы Отклонились От Этой Стратегии Вот Оба Играет Игранную Стратегию И Один Отклонился То То есть У нас Было Мирное Соглашение Мы Играли Все Время Д То есть Мы Получали Все Время Двойку То есть Наш Выигрыш Был Такой Там Один Минус Дельта На Один На Два Плюс Дельта На Два Плюс Дельта В квадрате На Два Плюс Так Далее И Потом В какой-то Момент На Нем Шаге Мы Решили Поменять Свою Стратегию Изменить Свою Стратегию Ну Понятно Если у нас Все двойки То у нас Выигрыш Равен Двойки А тут Мы Решили Получить Побольше И в Один Момент Мы Заменили Стратегию С На Стратегию Д На Стратегию С И в этот Момент Мы Получили Три Потому Второй Игрок Располажает Свою Стратегию Он Скал Д Поэтому В этот Момент Мы Получили Три Зато В последующие Моменты Второй Игрок Будет Играть Стратегию С Потому Что Мы Нарушили Наш Ход А мы Играем Все Что Угодно Потому Что Мы Изменили Стратегию А он Играет Все Триггерную Но Мы Играем Либо С Либо Д Если Он Играет Д Мы Играем Либо С Либо Д То Мы Получаем Все Время Либо Единицу Либо Либо Ноль Дальше У нас Будет Тут Написано Дельта Н Минус Первый На Один Или Ноль Плюс И так Далее Но Понятно Что Это Меньше Чем Случай Когда Мы Получаем Везде Единичку Поэтому Будем Считать Что Воследствии Шаги Мы Получили Единичку Вопрос Когда Эта Штука Будет Либо Штука Когда Нибудь Меньше Чем Двойки Да Но Можно Написать Соответственно Неравенство Как Вы Так Быстро Поняли Что Нужно Написать Ну Да Но Если Мы Сравниваем С ΔN То Если Мы Сравниваем С таким Рядом Для Двойки То Получается Что Мы Плюс И Здесь И Мы Минус И Здесь Вот Вот Это Разница Между Этим И Этим Она Как раз Равна Ну Там 1 Минус Дельта На Вот Такой Ряд Ну И Вот Если ΔN Вынесет То Будет Просто Ряд 1 Минус Дельта Ну И Там Если Дельта Чего Если У нас Дельта Меньше 1 Второй То Это Будет Больше Нуля Если Больше 1 Второй То Будет Меньше Нуля То Есть Вот Это Меньше Нуля Если Дельта Больше 1 Второй Значит Смотрите Что Мы Получили То Если Мы Знаем Что Дисконт У нас Не Вот Такой Произвольный А Он Достаточно Большой То Он Больше Чем 1 Вторая То Тогда Если От игры Когда Мы От Профиля Когда Мы Выбираем Выгодное Для Обоих Число Потому Что Если Кто То Нарушит То Мы Будем До Бесконечности Просто Вот Мы Точно Знаем Что Тот Институт Не Пожертвовал И Мы Запишем В Правилах Этого Института Что Мы Его И Всех Бесконечное Количество Лет Будем Наказывать И Никогда Не Под Никаких Соглашений И Вот Эта Угроза Того Что Мы Насегда Прикатим Сотрудничество Она Работает Если У нас Вот Такой Дисконт То Есть На самом Деле Мы Получили В Ком Смысле Что Хотели То Получили Что Некоторые Угрозы Работают То Что Мы Можем Получить Выгодную Для Боих Стратегию Потому Что У нас Есть Некоторые Угрозы Того Что И Больше Никогда Ничего Не Дадут И Все У Нас Будет Выигрыш Довольно Плохой Ну Там Уже Пора Заканчивать Ну В общем Это Хорошая Новость Что В принципе Тут Какие Стратегии Вот Видите На самом деле Если Мы Бесконечно Раз Время Игру То Можно Добиться Того Чтобы Дилемма Заключенных Была Равновесим Дилемма Заключенных Была Равновесим Не Не то Что У нас Обычно Равновесим А то Что Выгодно Для Обоих Но Вот Это Положительная Новость Она Есть Как бы Небольшие Отрицательные Новости Соответственно В том Что Вообще Говоря Если Мы Бесконечно Раз Повторяем Игру То Во Первых Вот Таких Равновесий Их Бесконечно Много И Реально Вы Можете Добиться Чтобы Ваш Выигрыш Для Любого Выигрыша Между Единицей Двойкой Существует Некоторая Дельта При котором Есть Равновесие В котором Достигается Выигрыш Любой Между Динцей Двойкой То есть Для Любых Чисел Для Любой Паратисел Альфа И бета Таких Что Альфа Между Единицей Двойкой И бета Между Единицей Двойкой Ну Неправильно Ну Давайте Я так Напишу Любого Альфа Который Находится Между Единицей Двойкой Существует СПНЕ Равновесие Ну Существует Дельта Больше Дельта Ноль Такое Что Любого Дельта Больше Чем Дельта Ноль Существует СПНЕ Равновесие В котором Первый Игрок Получает Выигрыш Альфа В котором Первый Игрок Получает Альфа То есть Равновесие Вообще говоря Вообще Их Несчетное Число Вообще Бесконечное количество и на самом деле мы получаем вот такое равно если то мы вместе с этим получаем и вообще без какие угодно равновесия и вообще до черта но как бы мы себя можем управдать тем что стратегию придумать ну это еще более-менее просто применять а чтобы получить на перне одну вторую а там например там один и например корень из двух чтобы получить нужно просто убиться потому что стратегия даже в принципе писать довольно сложно потому что примерно примерно 10 нужно будет так то есть нужно будет сказать что если все предыдущие ходы у них такие выигрыши что они сходятся к корню из двух тогда мы ее применяем то статьи которая сходится корни из двух а если кто не что-то нарушит мы будем применять s и за счет того что корни из двух больше единицы у нас получается что выигрыш выигрыш на на 1 ничего ничего не влияет ли каких-то дельта и поэтому мы в пределе можем получить что у нас выигрыш равен корни из двух но то есть тут как правило на любое но то есть как бы как правило если вы придумаете новую теорию так как правило есть хорошей новости плохие новости до то есть вас либо теория то есть хорошо работать таких случаях но вот она вот и вот немножко ломается в других то есть вот тут мы добавили в принципе без качества россии gg можно говорить и тут есть некоторая логика но тут нужно аккуратно повести моменты с тем что вас при бесконечных предыдущих игр их в очень много и поэтому лучше рассмотреть какие-то конкретные какие-то простые есть которые можно просто описать ну вот то есть там что ну вот я говорю что любого выигрыша до 1 до 2 но я не написал общую теорему я может и в следующий раз тогда напишу называется народная теорема она говорит о том что вот если у вас есть конечная игра то любые допустимые выигрыши ну вот тут как бы допустим выигрыш эти которые то есть те которые вы меньше себе не можете позволить меньше всего видим вы то есть вы не можете просто получить и больше не можете гарантировать случаеدا будет и единицы двойка то какая в этом случае у вас существуют такие дельты для которых есть равновесии в котором вы получать ровно такой выигрыш гарантирован то есть вы на первую застрируensored может получить двойку единичку и между ними тоже можно получить вот ну вот это примерно был обзор про динамически игрок. Тут, конечно, тем очень много. В принципе, там в курсе Алексея сейчас есть всякие аукционы. Но вот у нас осталось еще две лекции, когда мы посетим кооперативным играм. А в следующем семестре у нас будут еще разные сюжеты, и мы еще немножко про это поговорим, наверное. Если у нас появится время. Вот. А так, наверное, на сегодня все. И в следующий раз мы воздаемся кооперативными играми, что будет, если люди хотят кооперироваться и могут это делать, что будет происходить. Вот. А так на сегодня все. Продолжение следует...